В то время, как создатели фантастических фильмов изощряются в придумывании инопланетных монстров, рядом с нами живут милые существа, которые ведут себя, как самые настоящие персонажи фантастических триллеров. Сегодня мы поговорим о птенцах обыкновенной кукушки – гнездовом паразите, который, появившись на свет в чужом гнезде, бессоремонно выбрасывает оттуда детей хозяев гнезда и выкармливается потом приемными родителями. Перед нами дупло, в котором находится гнездо Зарянки. В гнезде семь яиц, однако одно из них не принадлежит хозяйке гнезда. Подбросила его сюда в самом начале насиживания кукушка. Орнитологи установили там видеокамеру и провели наблюдение за развитием кукушонка от рождения до того момента, пока он покинул гнездо. По размерам кукушкино яйцо такое же, как яйца Зарянки, лишь немного отличается от них окраской. Кукушонок вылупился первым. Так выглядит новорожденный кукушонок. Веки у него плотно закрыты, кожа абсолютно голая. Весит он всего лишь около трех грамм. Вот такое малюсенькое существо. Не успел кукушонок вылупиться, как к нему прицепился комар. Однако кукушонок сумел его прогнать. Птенцы-зарянки стали появляться из яиц на второй день. Кукушонок принялся выкидывать их не сразу, а когда птенцов было уже четыре. Таким образом, он выкинул четыре птенца и два яйца. Причем выталкивал он птенцов даже в присутствии взрослых птиц. И те, как ни странно, никак не реагировали на это. Как раз сейчас он пытается вытолкнуть очередного птенца. А между тем, не забывает потребовать еду. Вот его покормили. И он опять принялся за свое нехорошее дело. Самец принес очередное насекомое и отдал самке. А кукушонок в это время продолжал избавляться от конкурентов. Так он выкинул птенца в присутствии обоих родителей. В гнезде осталось уже два птенца и одно яйцо. Но кукушонок не успокоится, пока не выкинет всех. Нелегко ему это дается. Приходится пробовать снова и снова. Все-таки вес и размер жертв приблизительно такой же, как у него самого. Настойчивость и упорство крошечного захватчика поражает. Инстинкт выживания делает свое дело. Справиться с поставленной задачей ему помогают сильные ноги и желобок на спине. Кукушонок устал. Сейчас он немного передохнет и опять примется за дело. Субтитры создавал DimaTorzok Наконец выкинут еще один птенец. Остался последний. Вот и он выброшен. Несчастные птенцы варахтаются на земле. Наконец кукушонок один. Зарянки не замечают подмены и кормят его, как своего собственного. Один кукушонок съедает не меньше, чем целый выводок зарянок. Поэтому приемные родители таскают еду без перерыва. Кукушонок растет на глазах. Так он выглядит в 7-дневном возрасте. С таким интенсивным питанием кукушонок дорастает до размера зарянок через 10 дней. Здесь ему приблизительно 2 недели. А так выглядит он в возрасте около 3-х недель. Теперь уже не так просто его взять на руки. На пальцы реагирует агрессивно. Защищаясь, пытается клюнуть и тихо шипит. Несмотря на то, что он уже больше приемных родителей, они все еще относятся к нему, как к собственному детенышу и усиленно кормят. Через несколько дней, еще не умея летать, кукушонок покинул тесное дупло. Здесь ему около 4-х недель. Зарянки будут кормить его еще минимум 2 недели. От зари до зари маленькие птички будут приносить еду, даже уже умеющему летать громадному подкидышу. На этом фото приемные родители кормят уже хорошо летающего кукушонка. За несколько лет наблюдений орнитологам посчастливилось найти еще несколько гнезд, которые были подброшены кукушатой. Это кукушонок в гнезде пеночки-веснички. Вернее, он уже давно вырос из гнезда и растоптал его, а теперь сидит просто на траве. Ему приблизительно 3,5 недели. Несмотря на его огромные размеры, пеночки продолжают считать его своим птенчиком, исправно кормят и запирают экстремент. А здесь кукушонок растет в банке из-под краски, в которой находится гнездо зарянки. Яйца, которые он выкинул, так и лежат возле банки. И что интересно, зарянки не обращают на них никакого внимания. На этом фото хорошо летающий кукушонок в возрасте приблизительно 5 недель. В конце августа молодые кукушки в одиночку отправятся в Африку, чтобы вернуться весной и исполнить свою знаменитую песню, а потом подбросить яйца к маленьким птичкам, которые все следующее лето будут старательно заботиться об огромных подкидышах. В заключении хотим сказать, несмотря на свой паразитизм, кукушка – очень полезная птица. За лето она поедает миллионы мохнатых гусениц, покрытых ядом, которых игнорируют другие птицы. Таким образом, она полностью искупает свою вину убиения невинных птенцов. Тем более, что процент убитых ею птичек совсем небольшой, ведь кукушек в природе намного меньше, чем мелких птиц. Осталось только добавить, выброшенные кукушонком птенцы, снятые в нашем фильме, были подобраны орнитологами и подложены в гнездо другой зарянки. Они благополучно выросли и покинули гнездо, когда пришел срок. На сегодня все. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного о птицах, населяющих России. До скорых встреч!